В условиях новой экономической реальности главное выбрать правильные векторы развития. Такого мнения придерживаются не только власти республики, но и депутаты, руководители предприятий, организаций, представители общественности. Мне хотелось бы отметить ту поддержку, которую правительство республики уделяет именно сельскому хозяйству, в том числе и путем субсидирования процентных ставок, которые даются сельскому хозяйству. Это и на проведение уборочных работ, на технику. Процентные ставки субсидируются из бюджета. Сегодня на полях республики зреет очень хороший урожай. И наша задача, как государственного сельскохозяйственного банка, вовремя помочь убрать этот урожай. Банк полностью обеспечивает потребность сельхозпредприятий в кредитных ресурсах. Мы заключили 230 договоров на уборочную работу на сумму более миллиарда рублей. Учитывая, что сегодня не только хороший урожай, но и хороший ценный урожай, мы надеемся, что сельхозпредприятия вовремя уберут урожай и получат прибыль, который обеспечит дальнейшее развитие сельского хозяйства и достойность жизни тех, кто живет и работает на селе. Один из ключевых векторов правительством определенно совершенно верно – это поддержка инновационных, высокотехнологичных производств. Для примера, это создание индустриального парка. Первая очередь, она сформирована, и мы думаем, что это верное движение вперед. Кроме того, должен отметить создание в первом полугодии на конкурсной основе инжинирингового центра по Чувашскому государственному университету в партнерстве с нашими чувашскими предприятиями, которое, опять же, было осуществлено при поддержке Кабинета министров Чувашской республики. 100 миллионов рублей дополнительных федеральных средств – я думаю, это очень важный, большой вклад в развитие производственной сферы. Для меня очень приятным и, может быть, ожидаемым результатом работы правительства Госсовета Республики стал это все-таки рост промышленного производства, рост производства в сельском хозяйстве, потому что не секрет, что, например, социальные отрасли всецело зависят от развития экономики. Вот 16 августа текущего месяца мы будем принимать поправки в бюджет Чувашской республики и, конечно же, более 1 миллиарда 300 миллионов рублей, которые пойдут на различные программные мероприятия, в том числе в сфере здравоохранения. Вы знаете, что в этом году мы уже одну поликлинику открыли на микрорайоне Садовый, еще одна поликлиника в ближайшее время будет открыта в Ольгешево. Мы сдадим хирургический корпус, на селе у нас строятся фельдшко-акушерские пункты, это дополнительные ФАПы, которые ранее не были предусмотрены в нашей республиканской программе. Поэтому, на мой взгляд, это вот и есть сильная сторона, когда мы всецело ориентируем на социально значимые направления здравоохранения, образования. Тем более в республике успешно реализуется новый проект по строительству школы. Такого никогда не было, чтобы одновременно в городе стоили три новые школы. Конечно, это очень значимый результат в целом для нашей республики и города Чебоксара.